Три года на базе библиотеки номер 6 свою работу ведет студия «Встреча». В воскресные дни для юных читателей с особенностями здоровья проходят литературные утренники, кукольные спектакли и многое другое. Это стало возможным благодаря инициативе неравнодушных горожан, руководству библиотеки и поддержке администрации города. Одним из партнеров проекта является автономная некоммерческая организация «Открытый институт проектирования». Благодаря этому сотрудничеству недавно родился проект «Мир на кончиков пальцев». Подробнее в сюжете Дины Наумовой. У библиотеки номер 6 недостатков в читателях и раньше не наблюдалось, а после проведенного минувшим летом капремонта нет и подавно. Что немаловажно, посещать библиотеку теперь стало проще и читателям с ограниченными возможностями здоровья. Специально для особых посетителей расширили входную группу. Здесь спокойно может проехать коляска. На полу появились тактильные индикаторы, а все важные таблички-указатели продублированы шрифтом Брайля. То есть ребята, которые видят, хорошо прочитают глазками, ребята, кто не видят, прочитают пальчиками. В воскресные дни для детей с разными особенностями здоровья библиотеки устраивают тематические мероприятия. Развивающие мастер-классы, кулинарные опыты и многое другое. Во все это активно включаются волонтеры. По благословению епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Зосимы мы контактируем с проектом «Мир на кончиках пальцев». И этот проект вообще, конечно, он больше направлен для того, чтобы сделать доступную среду для всех детей. И для особенных детей, и для деток из многодетных семей. Не за горами 23 февраля, потому на очередной встрече в рамках проекта «Мир на кончиках пальцев» было решено смастерить открытку для пап и дедушек. Я заметила, что когда дети именно разные встречаются, и с такими особенностями, и с такими, то получается праздник. А когда у нас дети сидят по диагнозам, то получается какое-то зажатое состояние. Я хочу всех сдружить и, по сути, перемешать, создать среду, доступную для всех через разные виды деятельности. В читальном зале библиотеки ведет занятие Александр Рожков. Программист полностью потерял зрение 17 лет назад и на своем опыте готов доказать. Нет ничего невозможного в том, чтобы незрячему с нуля обучиться компьютерной грамотности. В библиотеке три компьютера оснащены специальной программой голосового сопровождения для пользователей с нарушениями зрения, что заметно облегчает процесс обучения. Для посетителей с нарушениями зрения библиотеки номер шесть приготовлены и специальные книги, написанные шрифтом Брайля, и всевозможные тактильные альбомы, которые можно даже послушать. Так хрустит снег. Есть даже особенный глобус. Здесь написано какая-то цифра. Ну-ка. Так. Долгота. 65 там, что это значит? Проект «Мир на кончиках пальцев» при поддержке фонда президентских грантов будет продолжаться в течение всего года. Его руководитель Ирина Бузунова поделилась. Планируется много интересного и познавательного. Создание при помощи волонтеров тактильной карты Магнитогорска, интерактивной экскурсии по городу и знакомство с современными гаджетами-помощниками для детей с нарушениями зрения. Я заметила, что когда уходишь от людей с особенностями, то в душе зарождается какой-то свет.